Евгений Николаевич, вы в свою очередь говорили о том, что если нет таланта, то его невозможно развить, но в то же время у вас в Инстаграме, буквально самый свежий ролик, как раз-таки касается того, как стать, развить в себе личность, и там дается, ну, просто, например, ссылка, что вот можно развивать ее прослушиванием правильной музыки, и там дальше все. Может быть, вы могли бы рассказать о способах того, как можно развить в себе личность, и можно ли это каждому сделать? Да, ну, я думаю, что лучше процитировать пост в Инстаграме, потому что я-то сам это не очень читаю, это делают мои помощники, которые совершенно замечательные личности, они развиваются под моим, так сказать, вдохновением от меня, да, развиваются, ставят, мне кажется, очаровательные посты, и надо посмотреть, как сформулировано, потому что, как правило, если что-то журналисты цитируют, они неправильно цитируют. А это видео, это было, кстати, видео, то есть, там говорите как раз вы. Какое видео, из какой лекции, из какой отрывок, о чем? Это специально записанное видео, я понимаю, в домашних домах, где... Это со стрима, видимо, что-то? Очевидно, может быть, да, со стрима. Значит, говорите, надо слушать вопрос, как был задан вопрос на стриме, каков мой ответ, полный ответ или неполный. Речь идет именно о том, что если у вас есть, если у вас есть способности, ну вот вдруг, да, если есть, то вы можете и должны, и это вообще радость и счастье развивать и, так сказать, все это продолжать. Но если нет, ну и даже говорить не о чем. Я говорю только о том, что если у вас есть способности. А так, конечно, ну зачем быть серой мышкой, надо цвести и процветать обязательно. Может ли кухарка управлять государством? Прав бы ли был господин Ульянов? Ну он не господин, он товарищ, организатор первых концлагерей, не просто лагерей, а концлагерей, да. Ленин изобретатель одной из самых страшных систем в истории человечества, карточной системы, контроля над продуктами. Даже этот шизофреник, абсолютный шизофреник, говорит, что если у этой кухарки есть соответствующая подготовка, образование и прочее. Я считаю, что все-таки кухарка не может управлять государством даже при соответствующей подготовке, потому что, во-первых, ее уровень все равно серьезно не изменится, ни уровень происхождения, ни уровень образа, что очень важно для управления, ни все-таки это образование будет поверхностным, наносным и несерьезным. Поэтому все равно не может. И Ленину не надо было это делать, но ему, собственно, особенно и не дали свои же коллеги-бандиты. Но, видите, как, с другой стороны, это мое мнение, вы спросили мое мнение, я ответил. А реальность такова, что кухарка часто управляет государством, и не только в качестве президента, премьера, министра, чиновника крупного, но и по сути, потому что действительно в 20 веке, особенно в Совке, кто был главным начальником, вообще вот главный начальник всего, всегда, везде, это не просто кухарка, это уборщица, уборщица, главный начальник. И, по сути, так и есть до сих пор, и сегодня это переходит и в Западную Европу, которая всегда славилась, в общем-то, и умом, эстетикой, и высоким развитием, но леваки уничтожают все и там тоже. Продолжение следует...